Всем привет! Это видео о том, что привезти из Турции, какие покупки можно сделать. Знаете, у меня просто вся родня уже родственники, знакомые попутешествовали вдоволь, уже посмотрели много стран, Турцию особо не любят, не почитают. В принципе, как бы к Турции так. Но всегда нужно какую-то штучку, да, интересную привезти на гостинчик, когда я встречусь, да, с родственниками или знакомыми, то есть я их чем-то хочу угостить приятным. И сейчас я вам расскажу о основном продуктах питания, то, чего нет в России, либо есть, но немножко оно не такое. То есть такие особенности, которые, может быть, кто едет как турист, вы не знаете. То есть такой информации на YouTube не очень много. О косметике и всем прочем куча информации, а вот именно продуктовых вещах не очень много. Так, с чего начнем? Это очень много сладостей, потому что у меня в семье есть ребятишки 5 лет, 6 лет, мои племянники. Итак, приступим. Первое, кто еще, кстати, в Турции лежит, я думаю, знаете, это сыр соленый. Я его раньше в видео показывала немножко другой, этот сыр самый лучший. Называю цены 17 рублей 30 копеек, это одна турецкая лира, и 1 доллар, это 2 турецких лира. Называть цены буду, скорее всего, в лирах, наверное. Сыр соленый. В чем его особенность? Покупала в магазине Мигрос, каждый день его кушаю, да, на завтраке. 8 турецких лира его цена, то есть 4 доллара получается. Так, что здесь? Ну, стандартный сыр. Его вот так отрезаете, жарите такими кусочками с двух сторон, просто без масла даже можно. Ну, немножко смазать сковородку, чтобы не прилипало. Сыр для завтраков соленый, типа сулугуми какого-то, очень вкусно, обожаю. Его особенность в том, что он произведен в части Турции на границе с Грецией, то есть он очень качественный, то есть фактически это греческий сыр. Следующая это помада, я о ней говорила, стоит она 10 турецких лир. Это из H&M, я рассказывала в видео о косметике за 5 долларов, потрясная помада Ньютов, это красная. Следующая Ипана, это зубная паста, цену не помню. Это так, я, знаете, люблю всякие такие приголюхи, косметику, либо продукт питания, либо такие бытовой химии какой-то, ну, то есть там гигиена лично, это типа зубная паста, проба в других странах качества, тоже кому-то на подарочек. Крем Арко, Арко компания есть в России, но это турецкое производство, это турецкая компания. Крем потрясающе быстро впитывается, неплохой. Следующая, вазелин, вазелин в России я не видела, я думаю, что его, кстати, здесь нет, может быть, Москва, Питер, но Сибирь точно нет. Просто крем для рук, это ванильный, у меня были разные кокосовые, алоэ вера очень хорошая, впитывается быстро, алоэ, он очень хорошо заживляет руки. Следующая, в Турции, расскажу, кто едет туристами, все это вы можете купить в магазинах, не только там рядом с отелем, Happy Center, Migros, либо в маленьких маркетах, все эти продукты, чем они для вас интересные, любой турист может найти в любом магазине, они вообще легкой доступности. Чай здесь дороже, я имею, здесь в Турции дороже, чем в России, но качество у него очень хорошее, чай натуральное, без всяких там химии и тому подобное, не химозные. Стоимость чая где-то 4 с копеечкой лиры, в общем, округлим, скажем, 5 турецких лир примерно, смотря в каком магазине покупать будете, но это максимум 5 лир турецких, это 2 доллара 50 центов, сейчас курс доллара 40 рублей, это получается около 100 рублей вот эта патчика. Это, вот видите, название компании, ну я именно тебе люблю кофе, о господи, чай нат, это форм яблока, о господи, не помню, короче говоря, типа для похудения, это чисто сушеное яблоко и здесь игламур и айва, айва фрукт, игламур это растение, вообще есть чай игламур, я вам всем советую, обязательно будете в Турции, купите чай, вот так он называется, игламур, также он продается в пакетах просто сушеные листики и палочки, от него тоже купите, заваривают чайники. В чем прикол, по-русски и вкус, я думаю, что это и есть русская липа, да-да, липовый чай, что еще из него, он очень такой для стимуляции иммунитета, и он очень, вы прям выпиваете, забавали пакетик чая в кружке, дольку лимона, ложку столовую меда зиму, перемешали, кипятком выпили, можно добавлять еще имбирь, ну имбирь там по завариванию имбиря, да, его сильно в кипяток нельзя. Это очень прогревает, увеличивается кровообращение, просто всех ваших хворей, все это у вас проходит, это реально работает, помогает. Плюс еще у меня вот в семье есть асматики, асматиком тоже можно пить, но фактически без запаха, без вкуса какого-либо, потрясное средство, у меня уже сколько я там с Турцией связано, несколько лет, у меня вся семья на нем сидит зимой. Следующая лукум, это из, я не буду показывать продукты всяких там магазинов таких именитых, вообще, честно говоря, я уже половину тут всего раздала, все, что у меня дома осталось, вам показываю. Лукум, покупала в Биме, лукум недорогой, но он очень свежий и очень вкусный. Стоимость его я не помню, честно говоря, это, наверное, одна лира, 17 рублей, это баночка стоит, здесь грамм у нас 180, хороший свежий лукум. Следующая турецкий кофе, куда без него, вот он турецкий кофе, его заваривать в кружке можно, вообще в Турке, естественно, но у меня тетя по этому специализируется, кофе в Турке заваривает, заморачивается, поэтому и кофе ей. Следующая водка, ей не раки, первый раз, в принципе, в Дьюти Фри купила водку, это на подарок моему дяде, он у нас коллекционер, ну, у него в связи с работой, да, ему дарят, очень-очень презентуют много различного алкоголя из разных стран и всякого дорогого, в общем, вы поняли, у него есть огромный бар дома, и там стоит такая коллекция бутылок, в которой периодически можно прийти к ним в гости, да, и что-то попробовать вкусненькое. Так вот, бутылку я вам чисто в коллекцию маленькую купила. Следующие печеньки, это чисто турецкие, компания Yeti производит, цена, девочки, одна лира турецкая. Милка, она и в России есть, но здесь необычная такая, куравье и орешки какие-то, это моя племянница, она любит милку, но, господи, племянница, двоюродная сестра кузина. И в милке есть всякие, арео, то есть более выбор вкусов для таких, как в России, и присмотрите, жвачка, чисто турецкая, уже старая, ели 30 этой жвачки, только упаковку поменяли, вкус точно такой же вкусненький. Следующий крем, тоже фирма Arco, крем маленький, чисто оливковый натуральный, покупала, где-то он стоит лира 40, наверное, цена его, я покупала по скидке в Мигрис, купила очень-очень много штук сразу сюда в России, вот это чисто вот в сумке носить в России удобно, вообще зимой, очень жирно, с оливками питательно, в сумку кинули, вообще малюхонькой, господи, тут грамм сейчас скажу, девочки, 20 грамм этого крема для рук, супер-пупер средство, очень классное. Следующие, вот такие шоколадки, некие Wanted, Crunch, на слеп производится, американская тема, брауни, жвачка, фалим, кто попробует, это жвачки без сахара, то есть вы жуете, да, моей маме, кстати, не понравилось, а ой, невкусно, конечно, вы привыкли к сахару, для тех, кто на диете, у кого проблемы с зубами, присмотритесь тоже, это в Турции, жвачки без содержания, вот видите, даже зубчик нарисован, без содержания сахара, она не сладкая, просто вкус такой, фруктов аромат, а самого вкуса с сахарой нет, она не сладкая, мне очень нравится. Вот такие шоколадочки, какие-то Waps, вот такие две жвачки, ну и, честно говоря, жвачки, они такие же, как и в России, всякие Mentos и все прочее есть. Лаки Floor Mar, Floor Mar это косметика турецкая, я такой, в принципе, не люблю, но это для моей тети, она любитель таких цветов, лак Floor Mar стоит 2 лиры, сколько там копеек, в России вообще даже таких цен на лаки уже вроде бы и нет, лаки неплохие, опа, простите, 40 рублей где-то, 45 рублей стоит один лак такой, вот так скажем. Это уже для моей кузины, тоже такой лак Floor Mar, прикиньте, смотрите, какой он классный, молочный и переливается, то есть немножко беленький, немножко розовый, классный цвет. Следующая, это розовая помада Wet n Wild, тоже помада, это недорогая, но качество у нее очень хорошее. Следующая, тени, это тоже H&M для блондинок, так поиграться. Такой есть жвачки, у нас Love Is, да, кто не знал, Love Is у нас продаются в магазинах, в упаковке, там не знаю, штук 10, наверное. Следующая, корейская косметика, кто будет в Турции, в магазине Watsons. Вот так называется эта косметика Pure & Beauty, это у меня умывалка, с водой она используется, здесь у меня тоник для очищения, для молодой кожи, питания и увлажнения. Вот такая резинка, которую в России я раньше не видела, это такой, есть канал Anna The Vlog, посмотрите Анечку из Анкары, на видео я у нее посмотрела такой резинки, никогда на нее внимания не обращала, в России таких резинок не видела, то есть делайте хвостик, зацепляйте кончиком, обматывайте рук хвостика и вторым крючком также зацепляйте за волосы. У нее волосинка ни одна не выпадет, держится весь день, потрясное средство. И печеньки Орео, которых в России нет, они американские. Также такие шоколадки по одну лире Лави, в этом мне мама вообще обожает вкусные, напоминает, знаешь, немножко шоколад Киндер. И еще откоска, я вам покажу, две таких штуки, называется пешмонье, по-русски, если просто, это пешмонье, это сахарная вата, да, но это в виде сахарной ваты, видите, оно такое, реально сахарная вата, такие волокна, в виде сахарной ваты сделана халва, вот так можно выразиться. Это в Коско приобретено, где-то 5 лир турецких стоило есть разные, очень популярная сладость, а, как правило, туристы не все покупают, не знают, что это такое, здесь, кстати, информация есть и по-русски, это Коско, советую покупать слависти в магазине Коско, на всяких Кимерах, Анталиях и прочих курортных зонах, вам это все продается в три раза дороже, ну, реально, сходите в магазин Мигрос, если вы там в том же Кимере, господи, там есть магазин Мигрос, в Анталии вообще куча, это большой город, даже, вот честно скажу, этим летом, в мае месяце получилось так, что мы были по работе в Анталии, Алания город, это Мановгафт, и в нем есть магазин А101, это дешевый магазин типа Бима, девочки, даже там, в этом городе, найдите, не постесняйтесь, спросите, возьмите такси, блин, там кучу можно всего купить, то, что я вам показала, все это там продается, и там стоит пешмония, но другой фирмы, вкус точно такой же хороший, неплохие, свежие, это пешмония стоит, хух, сейчас скажу, не совру, где-то 50 куруш, девочки, 10 рублей коробочка, а вам ее продадут за 100 рублей в курортной зоне, ну, не Коска, другое производство, Коска подороже, но, тем не менее, имейте в виду, еще вот такая коробочка есть, есть со вкусом ванили, какао, это просто классический, присмотритесь, в принципе, это все, скоро увидимся, всем пока!